Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале КозелАрт. Я думала, что нарисовать в 1 сентября и решила нарисовать книжки и спящую лисичку, которая очень устала учиться. Начну я с двух квадратов. В моей руке карандаш 5Б. Вы абсолютно можете взять другой, любой карандаш. Главное, чтобы потом в конце, когда нужно будет делать тени, вы взяли какой-нибудь мягкий карандаш. Отмеряю высоту на длину 2 раза и рисую 2 квадрата. Почему квадраты? Потому что прямоугольник делить напополам тяжело. Да и фиг знает, какой я вообще прямоугольник нарисую. Не обязательно, чтобы он был прямой, но так ориентировочно, чтобы был хотя бы похож на 2 квадрата. Делю пополам его и каждый квадрат еще напополам вертикальной линии. Самый первый столбик. Я делю еще напополам и рисую круг. Чтобы отмерить диаметр круга, радиус это будет где-то половинка вот этого прямоугольника. Только даже, наверное, чуть поменьше. И рисую круг. Круг у меня тоже не ахти, поэтому нормально. Нормальный круг. Такой типа овал. Далее буду рисовать книжки. Отмеряю точку. Где-то чуть-чуть ниже середины вот этой линии. Где-то здесь. Вторая точка будет чуть, опять же, ниже середины. То есть где-то вот здесь. И соединяю прямой. Это будет боковая сторона книжки. Далее ставлю точку вот здесь. Ориентируйтесь по линиям. То есть выше-ниже линии. Далее ставлю еще точку вот здесь. Здесь где-то примерно. Ну и, конечно же, средние. Пусть вас не смущает, что книжка сейчас, она такая типа несуразная, непонятная, почему-то не параллельные линии. Все нормально. И это идет такая... Как это было слово? Перспектива. То есть все, что ближе к нам, больше. Все, что дальше, меньше. Все нормально. Так что без паники. И рисую листочки. Как вы видели в книжке, когда вы открываете, если она толстая, то листочки вот таким образом находятся. Потому что там переплет. И они такие как бы выгнутые. Получается. Что-то примерно вот типа такого должно получиться. Как бы, грубо говоря, нужно нарисовать такую птичку сверху. Ну, знаете, так и с крыльями, да? И снизу такая же история. Нужно повторить верхние части вот эти. Для начала нарисую просто прямую, потому что у него там обложка, она все-таки прямая. А потом сверху буду рисовать уже листья. Ну, вот примерно вот такая ерунда должна получиться. Соединяю вот здесь переплет. И рисую листы. То есть где-то примерно вот здесь он будет закругляться и уходить в листочек как бы. То есть примерно нужно нарисовать такую же птичку, как сверху. Здесь я пытаюсь поймать вот этот вот этот изгиб. Не особо удается, но я потом подправлю. До этого в сообществе на YouTube в моем я выкладывала набросок. Я все смотрела, как можно нарисовать книги. В итоге нашла практически такой же референс и, короче, с него уже рисовала. Теперь добавляю прямую вот здесь, так как у нас книжка такая толстоватая. Вы, в принципе, можете в этой книжке нарисовать все, что угодно. Только не забывайте, что она имеет изгибы вот эти вот линии, листочки, которые... И здесь такая же беда. Надо нарисовать такие прямые, чтобы, так сказать, ну, блик какой-то создать. И начну рисовать снизу книжку еще одну. Для этого отмерю опять же точку. Вот здесь прямую сделаю. Чуть выше точка. Вот так вот сделаю еще одну прямую. Нижняя книжка будет закрыта, как вы помните, по рисунку, там, которая в самом начале показывала. И теперь нужно соединить вот эти линии. Ой, линии, вот эти точки. Почему линии? Линиями я соединяю. И рисую здесь вертикальную. Здесь обязательно такая как бы загогулинка такая сверху, потому что там обложка, она толстая. и точку, где конец книжки, верхний, я соединяю с переплетом, да, получается. И делаю еще одну линию рядом, параллельную, чтобы показать объем какой-то книги. Вот как-то примерно так это должно было получиться. Сейчас тени нанесем, будет все немножечко по-другому выглядеть. А пока это просто книжка, которая еле как держится на другой книжке, да, и рядом круг какой-то непонятный. Честно говоря, меня еще смутила бумага новая, моя. Она достаточно шершавая, и меня это, короче, никак не устраивает. Другую какую-то купила, не было моей. И, короче, мне вот это вообще не нравится бумага. Слишком шершавая, скажем так. Нитики или не получаются толстые, и тонкие вообще нарисовать сложно. Ну, вот примерно вот такая книга, она должна получиться. Сейчас я намечу тени, примерно там вот. А, начала намечать тени, потом перешла, понятно. Лисичку сейчас нарисую. Чтобы определить, где будет нос, где глаза, нос и глаза будут одинаковой ширины, только между носом и глазом еще чуть-чуть отступите. должно получиться три одинаковых отрезка. И глаза вы можете нарисовать открытые, я рисую закрытые, потому что лисичка очень сильно утомилась учиться. Вспоминая себя, я бы сейчас спала бы на этих книжках все время. Не любила читать, но любила слушать. Мне проще было послушать. и рисую нос где-то чуть ближе уже к концу края круга. Вот такую моську рисую. Щеки не выходят за середину глаза, просто имейте это ввиду. Можно нарисовать кошечку, можно собачку, все в ваших руках, вашей фантазии. Я показываю, что я хочу нарисовать лисичку. знаю, почему. нравится мне, пушистые такие прикольные. Котов и так достаточно, мне кажется, на моем канале. Уши доходят до середины верхнего квадрата. И они начинаются от середины глаза. Так скажем. если нарисуете ближе, как-то нехти. Нарисуете дальше, тоже как-то будет стрёмно выглядеть. Поэтому где-то от середины глаза вверх намедьте линию и начинайте от нее рисовать ушки. Конечно, нее там по бокам такие шаровары грубо кинбарды такие. Все таки она такая пушистая. Можно еще, кстати, на этом рисунке нарисовать какие-нибудь карандаши, например, которые лежат на столе. Или руку можно нарисовать. нос вот так рисую. Глаза открывать я не буду, все они будут закрытые. Тоже, кстати, эту лисичку нашла на просторах интернета. Просто потом соединила эти две картинки и получилась вот такая одна общая. Ну и короче, у нее там идет шерсть. Я хотела сначала рисовать так тоненько, потом поняла, что бумага говно и решила, что я все заштрихую вот таким вот образом. Беру карандаш боковой стороной и начинаю просто наносить такие вот линии. Но линии наносите не абы как. То есть смотрите куда идет шерсть, как она расположена и таким же образом наносите линии. Потому что если вы нанесете линии всяко разно, то получится как-то не очень. Вот так это все заштриховала. Здесь у меня будет тень. Я ее тоже заштрихую. Сейчас пока так, но легко чисто наметить. Далее вторую тень рисую с другой стороны. Там от верхней книги тоже падает тень, поэтому я ее тоже наношу. И начинаю просто штриховывать. К этому моменту у меня кстати затупился карандаш и это отличный способ его заточить. Просто берете и вот таким образом наносите тени. Обязательно боковой стороны карандаша и видите, сразу же карандаш заточился. Здесь я буду все время добавлять тени, поэтому я немножечко ускорила. но не стала это удалять, чтобы вам было нагляднее, чтобы вы сами посмотрели. Может, что-то новенькое для себя взяли. Здесь я просто штриховываю, ничего такого не происходит опасного, страшного. Просто штрихую и все. Многие там иногда пишут, о господи, зачем ты это ускорила? Ну, как бы вроде все понятно. просто штрихую. А здесь я просто очень сильно давлю на карандаш. Это не черный карандаш, это прямо вусмерть на него давлю. И тогда он делает вот такой оттенок. Поэтому я и говорила в начале видео, чтобы вы взяли карандаш. Сначала рисуйте любым, каким захотите, а в конце именно возьмите какой-нибудь очень мягкий карандаш. И обязательно пробуйте боковой стороной чертить, потому что если будете вот этой тоникой стороной, то у вас не получится такого темного цвета. и опять же напомню, что в книге вы можете нарисовать абсолютно что угодно. Можете там математику написать какой-нибудь или какие-нибудь стихи собственного сочинения или картинку там нарисовать или просто тетрадку в клеточку делать. Добавляю вот такие линии, это типа складки. Если вам тяжело смотреть на мой рисунок и понимать как я это рисую, просто возьмите книжку и раскройте ее. И посмотрите в каком месте у вас листы будут чуть приподниматься. и таким образом вы нарисуете складку. Обязательно штрихуйте по форме. Книгу я штрихую сначала вот видите верхняя часть она такая под наклоном, а боковая сторона обязательно вертикальной линии. Это типа по каким-то там законам, но я просто поняла, что если делать вот так, будет прикольнее смотреть. Видите как угарно. И сразу книжка такая типа обрела какую-то форму. Просто штрихую линии наношу. Ничего особенного такого нет. Обязательно там сделала такую как бы что она не прямая же книжка да у нее что тут все равно какие-то изгибы со всех сторон. вот тут добавляю немножко чтобы как бы показать контрастность. Контрастность это все. Если у вас рисунок неконтрастный как у меня некоторые кстати рисунки неконтрастные соответственно они не привлекают внимания и остаются на втором плане. чем больше темных оттенков рисунки тем интереснее смотреться. Здесь я просто детальки подмечаю где-то вот здесь темненьким сделаю где-то там темненьким где-то уберу линии лишний. Пытаюсь тут что-то написать чтобы якобы было видно. Но потом думаю да все равно непонятно. Чем больше кстати деталей вы вкладываете в свою работу тем она дольше просматривается. То есть вам хочется изучать смотреть что уже думал художник когда рисовал эту линию я иногда и ваши рисунки так просматриваю смотрю думаю интересно когда там кто-то лапу рисовал например да что вы думали когда рисовали эту лапу прикольно иногда поразмышлять что-то попридумывать штриховочка люблю штриховать кстати любите штриховать ну это очень прикольно я изначально любила штриховать ну то есть когда начала рисовать для меня прям штриховка это было вау я прям постигала за штриховки в итоге так я не поняла и штрихую как как я хочу очень много времени уделила книгам потому что они являются основной частью этого рисунка поэтому книгу книгу прямо очень очень четко нарисовала во-первых это 1 сентября все что связано с книгами во-вторых это центр внимания должен быть во-вторых я его очень долго штрихую добавляю штрихи много-много раз везде ну даже немножечко объемное получилось не правда ли в некоторых местах еще добавляю темные линии чтобы смотрелось интереснее вот теперь можно и к лисичке приступить к лисичке я добавляю некоторые детальки потом возьму растушевку или как ее еще называют тушевка или можно просто взять какую-нибудь салфетку и растушевать к чертям все что я нарисовала или все что вы нарисуете я вот здесь ушки добавляю такие прям контрастные ушки немножко времени потратила на них но прикольно в целом короче я ее пытаюсь заштриховать и думаю что так будет круто выглядеть но все идет к чертям как-то мне надоело по этой бумаге рисовать шерсть я решила а че возьмем сейчас тушевку и расфигачим это все у меня это с алиэкспресс обычная тушевка она так и называется и просто я вот так вот ее как бы объем ей придаю шерстяной тушевку везде растушевываю уши сильно натушую потому что они самые темные в этом месте в этом рисунке и в этом месте просто добавляю темные линии везде потом я возьму резинку и вытру все что мне нужно чтобы было беленькое а карандашом я выделю все контрастные точки в этой лисичке у меня выключилась камера в неудобный момент когда я брала резинку и просто делала штрихи но это не страшно вы можете также взять обычную любую резинку и просто выделить белые такие части ну и конечно же надо нарисовать ему усы лисички и убрать лишние линии которые отвлекают это вот два квадрата которые у меня были изначально и кстати замарала лист если заметно незаметно терла рукой о тени которые от книги отходят и замарала ну вот и все рисунок готов пишите в комментариях понравился он или нет сойдет он за 1 сентября вообще или нет пишите что еще нарисовать всем спасибо за просмотр всем пока субтитры